Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. У меня с женой случился кризис. В отношениях у нас двое маленьких детей. Казалось, что отношения у нас складывались на протяжении 9 лет хорошо. Пока я недавно не заметил, что жена резко охладела ко мне. Путём многочисленных и трудных разговоров удалось понять, что у жены случилось эмоциональное выгорание от наших отношений. Плюсом ко всему у неё случилось влюблённость другого мужчины. По словам жены, она не может понять, почему к этому по сути чужому человеку у неё такие чувства, в том числе интимного характера, каких ко мне никогда не было. Фактически измены не было, только эмоции и мысли. Жена сказала, что она меня любит, я ей не безразличен и нет цели разводиться со мной, но над нашими отношениями работать не хочется. Нет желания что-то делать и работать над тем, чтобы всё восстановить. Вопрос это в том, что я хочу понять. Можно ли возродить в ней желание развивать наши отношения? Отношения? Преодолима ли это апатия? Ведь как я понял, прежде чем начинать восстанавливать наши отношения, нужно побороть апатию и вернуть желание жены? Какого специалиста лучше обратиться? Узнал про ЭФТ-методику, но применима ли она к нам в нашем случае? Ну что же, я думаю, что здесь самым правильным решением было бы вашей жене пройти разностороннее обследование у врачей, и посмотреть, например, каких-то изменений химии тела, да, чтобы исключить, ну, исключить какие-то аспекты физиологического характера. И дальше я думаю, что это довольно-таки доминирующая, неравноправная, несколько деструктивная тенденция к тому, чтобы как-то возрождать у вашей жены желание, значит, там, работать над отношениями и так далее. Вот. Потому что это, ну, иначе как насилием, да, не назовешь. Ваша жена сказала, что вы ей не безразличны, она сказала, что любит вас, и, соответственно, если обратить внимание на эти чувства, если обратить внимание на то, что из этих чувств, да, ей хочется для вас, например, делать, этого, в принципе, и будет достаточно, на мой взгляд, и никакие, там, ну, передавливания, да, там, давления, в этом смысле, вот, ну, на мой взгляд, по крайней мере, неэффективны. Вот. Или куда менее эффективны, да, чем то, о чем я говорю. Исходя из вашего сообщения, Евгений, не совсем понятно, какую роль вы себе отводите в этой всей ситуации. У меня сложилось такое впечатление, может быть, это ошибочное впечатление, но у меня сложилось такое впечатление, что вы сами над собой работать особого смысла не видите, не хотите, и считаете, что все дело в вашей жене, а если и восстанавливать отношения, то только вместе с ней. Вы знаете, на мой взгляд, психотерапия отношений, она выглядит следующим образом. Если оба человека хотят это делать, они обращаются на семейную консультацию и работают над именно своей коммуникацией, над своими чувствами, элементами отношения друг к другу, реакциями друг на друга и так далее. Вот. И научением это все выражать и проявлять. Но в то же время не обязательно индивидуальная работа с вами над вашими собственными проблемами, которые привели к тому, что произошло. Я не думаю, что ваша апатия вашей жены случилась только из-за нее, ведь она находилась в отношениях с вами и отношения строят два человека. И если случился кризис, то кризис – это следствие проблем обоих. Проблем вашей жены и ваших тоже проблем. Если ваша жена не хочет ничего делать, не хочет ни на чем работать, то работать можете начать вы и в первую очередь работать над собой. Разобрать свои собственные проблемы, проработав их и изменившись, вы сможете привести в отношения больше здоровья, больше свободы, больше витальности той жизни. И это поспособствует тому, что у вашей жены появится возможность сделать то, что она может. То есть сделать то, что у нее в потенции. Лично я думаю, что ваши отношения стали рутинные. По крайней мере, то, что вы описываете, похоже очень на это. Когда отношения становятся таким, знаете, довольно жестко структурированным, из них исчезает элемент спонтальности, из них исчезает элемент непредсказуемости, что особенно актуально с учетом двоих детей. И я бы сказал, что причиной является то, что вы воспринимаете свою жену именно как жену. Вы о ней даже говорите, желание жены. Но жена – это просто социальный партнер. Если вы не видите за словом «жена» личность, если вы не видите за словом «жена» человека, если вы не видите за словом «жена» то, кого вы видите, смотря на этого человека, и то, что вы чувствуете, смотря на этого человека, то отношения так и будут придется. Поэтому вам, на мой взгляд, работать нужно именно с этим. Поэтому, на мой взгляд, если нарушение химии тела не будет обнаружено, то имеет смысл обратиться к психологу. В случае, если не хочет она, то вам и начинать нужно с работы над собой. Вот, с корректировкой своей самоидентичности, вот, с выявлением перекручивания вашей психоэмоциональной жизни, психоэмоциональной сферы, вот. И, как результат, оздоровление климата, отношения с вашей женой. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго.